Всем привет, ребята! Это матч Шахматного Феникса и третий тур Никита Петров против Кирилла Рева. И сегодня у нас необычный состав комментаторов, а именно я, Кирилл Широков и Платон Гальпелин. Платон недавно, совсем недавно играл в этом матче. Платон, поделись впечатлениями от игры с Петей. Всем привет! Ну, как сказать, я играл в ужасной форме, поэтому ничего сказать не могу. Ну, конечно, немножко так, ну, волнение есть, все-таки играешь не совсем за себя, а за команду, ну. Платон, мне кажется, в первой партии, когда ты играл черными, не смог ты придумать, ой, когда ты играл белыми, не смог ты придумать против пирса никаких приемов, никаких ловушек. Да, ну, я, ну, у меня вообще был настолько тупой глюк, вот, кто видео смотрел, там, ее ход коньца 4, у меня там просто, вообще, тупейший глюк произошел, а так, ты должен был по дебюту нормально получать. Ну, без качества ты стоял всю партию? Да, потом я получил, вот, в какой-то момент определенную компенсацию, а потом опять все слил, и в итоге я проиграл все-таки первый партию. Так, ну все, давайте к партии. Никита Петров, напоминаю, играет против Кирилла Рева, ведь разыграно было. Английский, как это называется? Ну, это, ну, вообще, это уже получился такой своеобразный вид Грюнфильда. Ну, вот, могли уже разменяться ферзи, каким ходом? Могли разменяться ферзи восьмым ходом? Да, ну, вообще, эта структура, которую избрал Никита Петров, она считается всегда поприятнее у белых. Ну, выпад в ферзь аж 4, возможно, какой-то всегда. Ну, да, возможно. Ну, я согласен, но белых получше, мне кажется. Ну, да, но и эта конкретно структура такая вот. Ну, нужно черным доразлиться немножко. Вот, захватил Никита Лидии, ну, к конь-ц6, видимо, надо пойти. К конь-ц6, видимо, слон-ц5, я думаю, Никита Цинич на пешку выберет, поэтому конь-ц7. Конь-ц7. Да, и сразу выгоняет белопольника. Куда его ставить-то? Разлить конь-ц5, его деда-ц7, поэтому слон-ц6 единственный ход вообще. Ну, пока, по-моему, черных ногами пинают. Ну, да, согласен, неприятный его на Кирилл Неве сейчас. Может быть, уже пара слон-ц5? Кстати, по-невозможно. Ну, не хочется же отходить. А с другой стороны, слон-ц5, там конем можно взять на e5, да? Вообще, можно рассматривать ход и конь e5, но немножко неприятно, конечно, под связкой ставить. Нет, смотри, знаешь, как можно? Можно пойти слон e5 и на слон e5 играть именно конь e5, потому что на ферзь e5 слон же слон b7. Ну, конечно, ну, нет, то, что бить, если слон e5 конем, это не обсуждается. Во-первых, на b7 висит, там еще конь e7 будет, если ферзем, поэтому, конечно, конем. Да, ну, у Никиты, по-моему, поярче позиция. Ну, я, наверное, все-таки нужно играть слон e5. Не, ну, поприятнее, конечно, можно и конь e5 попробовать. Я не знаю, что-то Кирилл. Не, бери. Просто, ах, а не проходит на слон e5, такой вариант Кирилл, ладья бьет до смы... Слон e5, ой, конь e5. Давай посмотрим на слон e5 ладья бьет до 7 после партии. По-моему, там проходило, я, ну, после партии посмотрел. Я хотел, кстати, предложить этот вариант, что-то подумал, что больно радостно. Нет, две фигуры там, если я, как обычно, не ошибся, то две фигуры заводил белых. Ну, пора, наверное, конь, а почему не конь e3? Конь e3, 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 тогда, ну, ладья же, видимо, ладья b8 надо играть. Да, сейчас они с ним... Или, может быть, вообще, b6? Неприятно играть такую позицию, ну, b6... Вот если b6, Никита 100% будет бить на а8 два раза, потому что белопол будет просто мощнейшим, нет? Но дело в том, что... А, хотя нет. Ну, возможно, оба шить бить, но никто не поверит, но так жертвуется пешка. Да. Ну, вообще, там, должна быть активность, потому что там конь e4 выскакивал бы, а Никита, как спокойный игрок, делает правильно меняется, а потом на б7 все равно он заберет. Да, вот, побил, видимо, он нужен слоном бить. Да, вот не сильно приятно, если честно, мне это видеть. Ну, такая солидная игра, на самом деле. Ферс b6, наверное, нужно пойти. Ты в ферзе опять... Нет, видишь, да. Цепляет к пешке а4, а2. Ну, так, если танк, и так вообще, слон на а2, если что, убил. Хотя, наверное, правильно, Кирилл сделала. Ну, бить на а2 сейчас, если на а7 берет, там, на b2, на c5, на c3, на а7. Ну... Обоюдно-острая такая игра. Да. Ну, просели, просели черные по времени чуть-чуть. Ну, тут довольно щадящий контроль, поэтому можно проседать. Да, ну, нет такой радостной игры, я тебе хочу сказать, Платон. Да, ну, я просто жду того момента, пока Никита как-нибудь не выиграет пешку. Причем он это может сделать прямо сейчас. Ходом ферзь е7, потом забрать на а7, на c5, на а7, но я не уверен, что это вообще выграно будет. Ну, или хотя... Ну, лучше будет, а выграно не знаю. Ну, смотри, если Никита будет бить на е7, то на b2 отвалится и на... Ну, да, ну, на b2, на c3, но в свою очередь Никита заберет на а7, на c5, на а7. Сон, g5, Никита, прошел, прошел. Ну, может быть, f6 не очень хочется ходить. f6, конечно, е7, хочется пойти. Другое дело, а что еще играть? И на f6, может быть, сразу ферз е7, а... Я вообще смотрю в начале ход ферз b3. Да, можно смотри, Платон, на f6 просто ферз е7 и все. Не, на f6 как раз-таки ферз е7 заберут фигуру на g5, ферз на 2, держит слона на e6. Так, а смотри, что получилось, интересно. Ферз 6 какой-то, если по мне немножко, а странноватый ход. А, вот Никита сделал все, на e7 забирает, забирает на c5 и получает, скорее всего, выигранную позицию. Ну, лишний пешка. Ну, да, ферз b2 сейчас, скорее всего, будет, и на c8, нет, ферз b2. Так, стоп, 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 ладец и 8. И на c8? Кстати, у меня c8, наверное, ферз е5 задуман. Или на 7? А, ну, хоть, ну, не знаю, ферз е5, король g8, непонятно еще. Вот есть шансы в этой партии у Кирилла Левана. И что, король, g8 надо играть? А4. Вот это весело. Так, 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 это интересно. Ну, почему? Ну, я не понимаю, почему просто нельзя забрать на c3 спокойно. А с чем? Ну, ферзем. Ферзем забрать? То есть, размин ферзей? Отдаленная проходная, а у черных? Ну, да, вот я... Аh5 это, ну, немножко исчезло не туда, но... Испугался, наверное. Просто c3. Если к f3 у я, c3, просто если аh5 он пойдет, то, король, же... Ну, в общем, ферз c3, я думаю, ну, скорее всего, была бы ничья в этой партии. Там черные особо не рисковали. Аh5 это какой-то странный ход. А так вылезет у нас Платон, ребята. Можно... Ну, ничего, бывает. Прокомментирую я запись до конца 1. Бывают у меня такие проблемы с ноутбуком, но ничего страшного. Потом все-таки после... Так, ну вот Никита защищает. Защищает Никита на c3. И посмотрим, чем же все закончится. Пешка у белых лишняя. Времени у Кирилла мало. И непонятно, что делать. Может быть, пора толкать пешку а? Ну, как бы это сильный козырь, на самом деле, в партии. То есть, ну, лишнее есть, но... Достаточно слабое. Ну, вот Кирилл хочет подменять ферзей. Ну, возможно, это правильно, потому что по черным полям тут тяжело было. Ого, перекрытие интересное. Нет хода ладья ц... Ага. Хотел продолжить ход ладья ц6, но... Вышел все не так, как хотелось бы. И все, да, Кирилл толкает пешку. Ну, вот я думаю, что в этой партии будет ничья. Ну, конечно, у Кирилла достаточно сильный уровень шахматист. Вот имеет почти 2.300 на чизкоме. Разница в пунктах с Никитой 280. И белые задумались, ребята. Король h2, профилактика. Ферзь и 7. Непонятно куда. Ну, защитил он, защитил пешку. Да, Никита начинает приставать к пешке опять. И хочется ее толкнуть подальше, на самом деле. Вот на c3. На c3 напал Никита. А угроза, да, появилась неприятная угроза. Слон g6. Слон g6, а уже ладья бьет e6. Поэтому нужно сыграть, наверное... А, нет. По-моему, Кирилл пропустил эту тактику. Ферзи поменялись и слон g6. Слон g6, безусловно, простейшая элементарная тактика. Но не хочет Никита брать. Но g6 решил просто спокойно отъесть пешку. Видимо, Кирилл не видел этой угрозы. Или, может быть, видел, но не боялся ее. Ну, а теперь мы будем смотреть одноцвет с лишней пешкой у белых. И, я думаю, Никита реализует уже в этой позиции. В этой позиции, я думаю, что администраторы заберут еще одно очко. В этом матче, в этом противостоянии. Напомню вам, что сыграно уже 6 туров. Вот это как раз идет шестой. Да, и задумались белые, как, собственно, выигрывать. Тут уже дело техники. Элементарно. Ну, вот сухая структура получилась. Сухая партия. Не было такой... Острой борьбы. Ну, да. Слон... Слон стал на е4. Лазья черных бегает по второму ряду. Отойду я на секундочку. Поставлю на паузу. Да, ребята, отходил. И... Отходил я буквально на несколько секунд. И позиция на доске кардинально изменилась. Ну, не кардинально, но изменилась. Поменялись слоны. Кирилл Рева прилагал уже ничью. После повторения ходов. И Никита отказал. Ну, у нас остался ладейник. 2 на 3. На одном фланге. И посмотрим, как Никита будет это реализовывать. Ну, конечно, Никита будет отклонил ничью, потому что... Потому что все-таки... Это командный матч. Борят за команду Никита. Да, ну, непонятно, как добиваться прогресса на самом деле. Вот лично я не очень хорошо ориентируюсь в ладейниках. Ну, а что делать черным с другой стороны? Да, непонятно, непонятно вообще. Как добиваться прогресса? Как реализовать лишний материал? Ладей в 3. Да, король h3, видимо, нужно и ходить. Нет? Не хочет. Да, ребята, непонятная позиция лично для меня. Наверное, все-таки... Не знаю даже, как ее оценить. Наверное, все-таки ничья на доске. Никита, никак не может добиться кого-то перевеса решающего. Сыграно уже 55 ходов. И напоминаю вам, что контроль очень щадящий. Так. Нет, не хочет меняться. Кирилл. Продолжили ему размену. Вот король пошел на e4. Сейчас будет 100-500 шахов от Кирилла. И интересно, чем же закончится эта партия? Задумался и Никита. Не, безусловно, тяжело реализовать лишнюю пешку. Вот, отошел назад. Лесенькой, лесенькой король перебирается, видимо, на d6. Или не на d6? Ну, да, по-моему, второй раз Кирилл продолжил ничью. И король спрятался на g2. Моразм продолжается. Но я думаю, вот это уже никому не интересно. Но вот сейчас можно прицепиться к пешке f2. Так Кирилл делает. Король g2, видимо, нужно играть. И не знаю, что посоветовать одной из сторон. В общем-то, процентов на 80, то что будет ничья на доске. Никто ладей менять не будет. Видимо, берут зрители. Опа. Да, ребята, бывают вот такие вот курьезные моменты. На самом деле мы решили сыграть этот тур на ческом, потому что не может Кирилл играть на шахматной планете. Это единственный тур, который сыграл на ческом. И даже не знаю, как прокомментировать вот эту ситуацию. Видимо, Никита выбил ее в связи с отстойным интернетом. А, кстати, вот он присоединился. Потерял порядка 40 секунд. И почему-то пока не ходит. Ну что ж, будем надеяться и верить, что... Все, Никита начал ходить. И третий раз предлагает ничью Кирилл. Никита третий раз ее отклоняет. Ф3. Видимо, сейчас будет вперед толкать пешки. Ж4, видимо, запланировано. Так, король Ф6. Король Ж2. Ладья А2 100% с шахтас. Но это было естественно. Никто Владимир не будет. Ж4. А Ж. Или нет? А Ж или нет? А Ж, мне кажется, невыгодно черным. Да, и задумался Кирилл. Ладья Б4. Тонко. Король Ж3. Ну, на... Игроки сравнялись по временем. У белых по-прежнему лишняя пешка. И, собственно, уже 80 ходов сделано. Практически. Ладья Е2. Ладья Б3. Король пошел. Блогово. Ворога. Лишнюю пешку убил. Как ее реализовывать? Какой-то молодой человек написал, что на доске ничья. И уже 16 минут идет партия. Несомненно, вам уже надоело все вот это происходящее. Люди спрашивают, это действительно играет 2-500. Ну, партия продолжается. И пора бы, наверное, уже признать ничью. Но, видимо, Кирилл будет... Ой, Никита будет играть только на победу, только за команду. Ну, я считаю, что для Кирилла Рева принести команде в первой партии черным цветом против Никиты пол очка, это хорошее достижение. И опять, собственно, нажмем на паузу, отойду на секундочку. Итак, мы продолжаем. На доске что-то произошло. Надеюсь, кардинально я пожертвовал Никиты пешку. Но не пожертвовал, а... Это, похоже, был единственный шанс. Да. Видимо, нужно играть король Е6. Черным ему нужно играть король Е6. Держаться за свою пешку на Ж6. Да, я бы не сказал, что партия интересная. Но... Король Е7. Король Е8. Ну, с той же идеей. Нужно куда-то отходить ладьей. Видимо, на любой отход ладьи будет исполнена... Ладья Ж1. Да, ну... Вот так вот. Ладья Д4. Король Ф7. Защитили пешку. Король Е8. Да, ну, еще будет Никита катать, я уверен. Ролик идет уже 17 минут. Все абсолютно... Все, что происходит в партии, абсолютно неинтересно. Так. Ну, можно... А, вот так вот. Отъели пешку на Ж6. И сейчас будет туча шахов. На флажке. Все. Туча шахов. Ладья А5. Партия приближается к первой партии в матче, которая за 100 ходов. И на доске вот такой вот неинтересный яншпиль. Отрезали... Да, отрезали черный путь к королю по шестому ряду. А, и Никита предложил ничью. И, да, пол очка забирает Кирилл Рева. Поздравляю его с этим результатом. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.